Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка с нами на связи. Геннадий Леонидович, здравствуйте, рад вас приветствовать в эфире Freedom. Здравствуйте, взаимно. На продолжение темы, которую вы начали в материале моей коллеги, мы с вами также буквально весной 2023 года подводили итоги зимы 2022-2023 в контексте как раз энергетическом. Европа, напомню, не дрогнула, несмотря на желание Российской Федерации обесточить полностью весь континент, наверное, так можно говорить, но Европейский Союз так точно. Потрачены были почти триллион евро на поддержку населения, бизнеса, перехода на альтернативные источники энергии, организацию поставок альтернативного дорогого сжиженного газа. Прошлая зима также была довольно теплой, скажем так. Но что будет, если следующая зима будет не такой радостной, в принципе, как раз в аспекте энергетическом? Достаточно ли того объема газа, который ныне есть, как в хранилищах Европейского Союза, так и закачивается в украинские хранилища? На мой взгляд, достаточно, поскольку хранилища Европейского Союза заполнены практически на 100%, и такого не бывало уже на протяжении достаточно большого периода времени. Кроме того, уже налажены поставки, налажена логистика этих самых поставок сжиженного природного газа, в первую очередь из Соединенных Штатов Америки, да и другие государства, например, Катар, не прочь продать этот ресурс в Европейский Союз, ну и вообще в Европу. Сейчас за европейский рынок конкурируют не только названные мною государства, точнее компании, которые прописаны в этих государствах, но и целый ряд других поставщиков, в том числе и из государств Юго-Восточной Азии, которые ранее не были замечены на европейском рынке. Помимо того, есть и традиционные поставщики, но та же самая Норвегия, Алжир, Ливия, ну последние там, конечно, проблемы другие сейчас, но если говорить о структуре поставок, импортных поставок природного газа, то она стала намного шире. То есть если этот блин раньше был разделен, по большому счету, между Россией и другими, то теперь российские поставки составляют примерно 12-13% от всех импортных поставок государством-членом Европейского Союза. И эта доля постепенно уменьшается, поскольку далеко не так много необходимо для того, чтобы вытеснить Российскую Федерацию из рынка сжиженного газа. Ведь сейчас сделан российским нефтегазовым руководством акцент на поставке газа именно в сжиженном виде. И вместо трубопроводного газа, вместо Газпромэкспорта на европейские рынки пытаются выйти на Ватэк со своим сжиженным природным газом. Но у этой компании, которая совершенно случайно, я думаю, осталась на российском газовом рынке, как-то недосмотрели в Кремле, у неё не так много газовозов, да и технология, которой она владеет, технология сжижения газа, она не крупнотоннажная, она больше средне-тоннажная. То есть существенно нарастить поставки сжиженного природного газа физически просто не позволяют те ресурсы, которые есть у этой компании. Ну а Газпром, ну что Газпром? Лет, наверное, 12, может даже, не, уже больше назад, где-то в начале десятых годов, президент Российской Федерации Путин приказал развивать рынок газовозов, закупить, строить газовозы, обратить внимание на рынки сжиженного природного газа. В Газпроме все покивали, согласились, записали себе в книжечки то, что сказал президент. Ну и я так подозреваю, выбросили в ближайшую урну, поскольку, несмотря на все эти совещания, каких-то реальных изменений в политике Газпрома предпринято не было. Не были построены заводы по строительству газовозов, не были закуплены эти газовозы, не были приобретены технологии сжижения, не разработаны и не разработаны были технологии сжижения газа. Газпром рассчитывал и имел на то все основания считать, что привязав к себе Европу нитками газопроводов, он может чувствовать себя вполне уверенно, что отражалось и на капитализации этой компании. Заявлялось, что Газпром может стать вообще номер один среди нефтегазовых компаний всего мира, превысив уровень капитализации своих ближайших конкурентов, в переводчике американских. Однако сейчас мы видим, что Газпром превращается в такого себе внутреннего поставщика газа по регулируемым ценам. И понятно, что поставками на внутренний рынок, тем более нищим российским потребителям, вряд ли удастся компенсировать не то, что потерю доходов от 100 миллиардов кубометров газа, вряд ли можно будет компенсировать потерю даже треть от того, что было и направлялось в федеральный бюджет еще несколько лет тому назад. В контексте СПГ тоже хочется эту тему затронуть. Думал позже, давайте сейчас о ней скажем. С момента полномасштабного вторжения России в Украину, импорт российского СПГ в Европу вырос на 40%. С января по июль 2023 года страны Европейского Союза в целом приобрели 22 миллиона кубометров СПГ из России. Объем импорта в аналогичный период до военного, до начала полномасштабной войны России против Украины импорта составлял тогда 15 миллионов кубометров. Русская служба BBC, к примеру, обсуждая в целом вот эту тему, которая нашумела, скажем так, последние несколько дней говорила вот таким образом. Хочется, чтобы вы это также, месседж, опровергли, возможно. На фоне энергетического кризиса для ЕС оказывается не так просто сократить поставки голубого топлива. Европа не может сократить импорт сжиженного газа из Российской Федерации. Не может, да. 12-13% импорта пока есть. Это как раз относится к тем государствам, которые я называл в своем комментарии. Но не могут они перейти на другие источники. У них нет просто возможности перехода на другие источники. Почему нет возможности? Потому что не построены соответствующие мощности. Те же самые интерконнекторы, газовые интерконнекторы. То есть трубопроводы, которые соединяют магистральные трубопроводы внутри Европейского Союза. Это всегда оставлялось куда-то на потом, на после. И несмотря на формулировку требований к энергетической безопасности государств, членов Европейского Союза еще в начале 2000-х, самое главное требование, не более 30% поставок каждого энергоносителя из одной страны по одному маршруту, он соблюдался далеко не всеми государствами. Более того, он не соблюдался абсолютным большинством членов ЕС, в том числе и Германии. Поэтому то, что происходит сейчас, это фактически реализация тех норм, тех требований, которые были утверждены, приняты к исполнению еще в начале 2000-х. Но все политики откладывали решение этих проблем на потом, на потом. Давайте подождем, давайте привлечем больше российских компаний, давайте подождем. Может быть, изменится внешняя политика Российской Федерации. Может быть, там что-то такое произойдет, и она перестанет. Думать о том, что она становится Советским Союзом номер два или Российской империей номер два. Ну, ни первого, ни второго не произошло. Поэтому сейчас то, что предпринимается внутри Европейского Союза, это те действия, которые были запланированы на начало 2000-х годов. И просто не выполнялись по исключительно меркантильным соображениям, исходя из получения прибыли, исходя из получения доходов, которые, безусловно, шли на повышение благосостояния граждан Европейского Союза, которым никто не торопился разъяснить, насколько опасна такая привязка к непредсказуемому государству. К государству с непредсказуемым прошлым, как в свое время говорил классик. Знаете, тем не менее, как говорят ваши коллеги, главный козырь перед зимой в контексте газа для Европейского Союза в руках все еще у Владимира Путина. Если он решится пойти в Абанк и перекрыть два оставшихся трубопровода в Европу, Украина и Турция, в Европе тогда не избежать масштабного энергетического кризиса. То есть мы тут не берем вот те проценты, государства, которые не готовы пока по разным факторам отказываться, а именно российскую такую инициативу. Что останавливает, по вашему мнению, Владимира Путина, в целом Кремль от подобного действия? Ну, две фамилии назову. Эрдоган и Орбан. Вот они и останавливают. Ну, представьте себе, вдруг Путин говорит, мы не будем поставлять газ в Турцию. То есть мы перекрываем турецкий поток, голубой поток. Все, до свидания, господин Эрдоган. Вот, вы больше от нас ничего не получите. Ну и что будет тогда на южном направлении? Или, допустим, Путин говорит, все, господин Орбан, мы не будем вам больше поставлять газ, который обещали поставлять там до 2040-го, если я не ошибаюсь, года. Ну вот, ищите его где-нибудь еще. Ну и что будет тогда на европейском направлении? То есть кто тогда будет поддерживать Путина, пускай или не явно, внутри Европейского Союза? Так что, в принципе, можно, конечно. И в свое время, вот там мои коллеги, когда начинают говорить о логике действий российского руководства, то они бросают копеечку в копилку, потому что, ну это как штраф за то, что мы применили логику к тому, что логикой не объясняется. Но, на мой взгляд, ну это, в принципе, это возможно. Но это не только приведет к довольно ощутимому крену политики Турции и Венгрии в сторону противоположную российской, но и приведет к тому, что окончательно Российская Федерация лишится вообще каких-либо перспектив сохранения хотя бы части своих доходов, в том числе от продажи сжиженного природного газа. Ну, поэтому, скажу так, вероятность такого сценария есть, но она достаточно невелика. В контексте обычных граждан Европейского Союза, жителей Европейского Союза, не так давно украинский 24-й канал рассказывал, например, и Польшу, сколько нужно платить за коммуналку, в целом, за газ, воду, отопление, электроэнергию. Цены такие. Вот возьмем основные аспекты. Отопление 0,65 евроцентов за квадратный метр площади, электричество, тариф плюс доставка, это 15 евроцентов за киловатт, газ 33 евроцента за кубометр, водоснабжение, водоотведение примерно 2 евро, 2,40 евро за кубометр, вывоз мусора почти 2,90 евро с человека, интернет-телевидение 10-14 евро. Последний пункт откладываем. Интернет-телевидение, это то, в принципе, без чего можно прожить, если мы говорим об определенных ограничениях. Такие тарифы могут ли вырасти в случае определенных эскалаций со стороны Российской Федерации? И, в принципе, есть ли по состоянию вот на момент нашего с вами разговора определенный фундамент для того, чтобы эти тарифы стали выше? Позвольте не согласиться с тезисом в отношении того, что интернет-телевидение это что-то ненужное. Обратите внимание. Главное, чтобы, понимаете, между теплом и интернетом, ну тут все-таки надо выбирать, я думаю, тепло условно. Даже в африканских странах, да, там какая-то деревня, там вообще ничего нет. Ни воды, ни кондиционеров, ни какой-либо, не знаю, какого-либо сервиса, но все равно стоит солнечная панель и телевизор. Вот. И, соответственно, антенна для того, чтобы принимать, чтобы была возможность получать интернет, раздавать интернет. Поэтому интернет очень важен сейчас, и он включен уже давно в перечень тех самых жилищно-коммунальных услуг, которые должны предоставляться гражданам в любой стране, считающей себя цивилизованным. Причем даже скоростной интернет, что интереснее всего. Что же касается цен и тарифов. Да, цены и тарифы растут. И будут расти, скорее всего, вне зависимости от того, сколько продлится российско-украинская война. Будут расти, в том числе, в Европейском Союзе. Здесь достаточно сложная ситуация. Она объясняется тем, что в настоящее время ускорился энергетический переход. Энергетический переход состоит в отказе от старых, так называемых, традиционных энергетических технологий и переходе на новые, так называемые зеленые или безуглеродные. Называйте их, как хотите. Но проблема в том, что эти технологии и особенно оборудование, которое обеспечивает сбор этой энергии, и потом концентрирование ее и распределение между потребителями, все эти технологии стоят на порядок дороже, чем традиционные. Чем традиционная тепловая энергия из угля, традиционная электрическая энергия из газа и так далее. То есть то, что мы привыкли использовать. Поэтому, если бы не российское вторжение в Украину, цены и тарифы в Европейском Союзе все равно бы росли. Но этот рост был бы распределен по годам до условного 2030 или 2035 года. Российское вторжение в Украину ускорило реализацию политики энергетического перехода. Это означает, что вот этот вот рост, который был уже заложен до 2030-2035 года, он ужался до нескольких лет нынешний, прошлый год, нынешний год, может быть, до 25-27 года. В дальнейшем, когда массовое использование тех технологий, которые сейчас развиваются и которые заменяют более традиционные для нас, эти технологии станут дешевле. Как раз благодаря повсеместному использованию. Безусловно, улучшится и сервис безусловно улучшится и станет более качественным, более надежным оборудованием, которое осуществляет распределение энергии, которое генерируется благодаря этим технологиям. Поэтому можно сказать следующее. Сейчас цены и тарифы в Европе и в Украине, кстати, тоже после победы, они будут расти и расти будут достаточно быстро. Частично этот рост будет компенсирован национальными правительствами, что, собственно говоря, сейчас и делается. Об этом постоянно говорят все первые лица всех национальных правительств Европейского Союза. Однако этот рост и это повышение цены тарифов, оно объяснимо этим самым энергетическим переходом и оно объяснимо обеспечением национальной безопасности всех государств, членов Европейского Союза. И это большинство жителей Европейского Союза понимает. и оно также понимает, что этот рост не будет постоянным и столь же резким весь, всю их жизнь. И он замедлится, безусловно, после достижения этих двух целей. После достижения цели обеспечения национальной, в частности, энергетической безопасности и после завершения энергетического перехода. Я думаю, что ради этого стоит заплатить больше. И к этому, кстати, нужно будет быть готовыми и в Украине, поскольку мы не можем находиться в стороне от тех процессов, которые сейчас происходят в Европейском Союзе, если хотим стать членом этого надгосударственного объединения. Это также, Геннадий Леонидович. Буквально пару минут нас остается. Еврокомиссар по энергетике Кадрисимон недавно буквально говорил о том, что Европейский Союз накопил более 100 миллиардов кубов газа. Такой объем, по ее словам, покроет примерно треть зимнего спроса. Если покрыты, в принципе, заполнены уже европейские хранилища, как в контексте сохранения газа, хранения его при необходимости его использования, могут помочь Европейскому Союзу украинские хранилища? Здесь есть определенные нормативные ограничения в самом Европейском Союзе. То есть, там сказано, что запасы в основном должны сохраниться на территории государств, членов Европейского Союза. Выходом из этого было бы присоединение Украины к Европейскому Союзу, и благодаря этому можно было бы обеспечить увеличение мощностей хранения по меньшей мере на треть. Однако, мы понимаем, что это дело среднесрочной перспективы. Что же касается нынешних объемов, то тут все упирается в риски. Риски необходимо страховать финансово. То есть, должны быть организации, способные страховать те запасы, которые находятся на территории воюющей страны. Есть такие организации, страховка осуществляется, но объемы страхования, они, опять же, ограничены финансовыми возможностями этих организаций. Поэтому, те хранилища, которые есть в Украине, они могут предоставлять услуги хранения. Сейчас достаточно большой объем, где-то примерно 3-4 процента от общих объемов, которые находятся на территории государств-членов ЕС, используются европейскими и американскими трейдерами для нужд европейских потребителей. Понятно, что эти 3-4 процента это мало, однако сейчас по мере изменения собственности, скажем так, украинского оператора, структуры собственности, украинского оператора газовых хранилищ, Укртрансгаза, сдвинулись с этой, с мертвой точки вот эти разговоры о дальнейшей, о возможности дальнейшего использования подземных хранилищ европейцами. Я думаю, что уже со следующего года объемы украинских подземных хранилищ газа будут использованы в значительно большем объеме, чем это делается сейчас. Нед Леонидович, спасибо вам за анализ, рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Напомню, что Геннадий Рябцев был с нами на связи, эксперт энергетического рынка. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.